Всем привет! Были выставлены у меня на продажу в интернете эти два предмета. Каска, вот такая штуковина и противогаз. Все новенькое, просто здесь может быть из-за времени пошарпанное чуть-чуть, но состояние новое. И вот такой противогаз. И там трубка-то длинная, в общем. Это все у меня завалы на балконе, буквально какие-то мелочные предметы. Как вы заметили, я начал продавать активно, потому что все надоедает. Потихоньку все разбираем. Что-то новое появляется, потому что приходишь на квартиру, по чуть-чуть, по чуть-чуть и уже сумочка уже и получается. Где-то гирлянда, где-то какие-то шахматы дешевые, допустим, недорогие. Поэтому вот так вот оно все то уходит, то приходит. Итак, друзья, это все мне удалось продать за 250 гривен. Денежки небольшие, но в чем, допустим, отличие по каскам? Что я вам хотел сказать? Ценятся, если вы новичок, если вы не понимаете, немецкие каски. А это у нас каска Советского Союза. Там маркировки есть. Вон они там все. Какой там 53-й, очень какой. Там обозначение. Мне она как бы не нужна. На реконструкциях, на различных я не выступаю. Мне это вообще не интересно. Но, в принципе, для каких-то дел, я не знаю, может быть, она мне и пригодилась бы для съемок каких-то. Да, я этого не исключаю, но пока мне что-то в голову ничего не приходит, что можно с ней сделать. Там разве что пострелять, оружие какое-то испробовать. Но обратно же мне это тоже не интересно. Вот такой вот, друзья, каламбур. И только что произошло чудо. Человек набрал, купил это все. Денежку уже перечислил эти несчастные 250 гривен. Уже они у меня на карте, поэтому иду отправлять на новую почту. Сие чудо. Наконец-то я его сдыхался. Лежит это добро, друзья, у меня уже несколько лет, наверное. Мы уже хотели выбросить, но я всегда отговаривал всех, не выбрасывайте, а вдруг кто-то наберет. И вот, друзья, заветный 250 гривен. Покупалось это все, конечно же, дешевле, потому что оно, в принципе, не ценное. Противогазы это вообще абсолютный мусор просто. Разве что немецкие. Вот, друзья, такой интересный момент. Советская каска и противогаз не ценятся. А если посмотреть на немецкие, то они как раз и ценятся. Особенно в тубусе. Там идет такой их противогаз. Вот он в цене как раз. И каска тоже. А по советскому, к сожалению, ноль. Вот так вот. Копейки просто несчастные. И то вот, как у меня, 250 гривен. Конечно же, да, вы скажете, люди в интернете выставляют дороже. Но оно стоит просто годами, не продается. И ничего хорошего, в общем, вы не получите. И быстро вы на этом не заработаете. Мой вам совет, новичкам, это покупать, допустим, каску где-то гривен за 50 до стольника. И вот за 250 у вас есть возможность продать, как это сделал я. Друзья, надеюсь, вам мой ролик пригодится. Вы не накупите ни в коем случае советских касок, потому что попадете в просаг просто. А вот если немецких накупите по 100 гривен, вот это будет очень-очень хорошо. Лайк, подписка, комментарий, бьем в колокол и до новых встреч.